Занимаюсь уже лид-генерацией и лендингами с основания рынка. Ну и собственно хочу поделиться с вами своим опытом. Сегодня мы поговорим о том, ну о таком относительно новом для России явлении, как лендинг-пейдж, да, то есть по-русски это целевые страницы. Мне просто как бы так и, ну, интересно понять как бы аудиторию, кто не знает, что такое лендинг-пейдж и что такое целевые страницы. Ну или хотя бы так вообще не слышал даже никогда. Есть такие? Так, точно, да, нет таких людей, которые не знают, что это такое. Окей, я просто отзываю сюда вопрос. Можете просто, чтобы тоже понимать как бы уровень, да, то есть может кто-нибудь там, человека 3-4, дать определение по вашему мнению, что такое лендинг-пейдж? Так. Окей. Это та страница, которая должна дать ответ человеку сразу, вот он зашел по определенной задачей, с определенной целью, эта страница должна либо показать ему решение, либо дать ответ на его вопросы, чтобы он сразу не задумываясь, оставил там что-нибудь. Так, есть еще желающие? Нет, почему это все правильно, то есть это все, мне просто как бы понимать, насколько подробно рассказывать. Может, можете кто-нибудь еще одно определение, интересное мнение, чего-нибудь? Ну да, тоже, все, что сказали, это, в принципе, правильно, надо так немного... Это страница, где ждет счастье. Отлично. Вот. То есть нам, мы сейчас как бы цель вообще, то есть моего выступления будет, чтобы у всех все было прозрачнее, все четко понимали, что это такое. И в первую очередь мы начнем с определения. Изначально, когда я составлял презентацию для вас, я сам написал определение, в принципе, и задумался. А вот сегодня, перед выступлением, грубо говоря, задумался, я решил, ну, то есть перестраховаться, посмотреть, мало ли, что-то я упустил, и обратился к всезнающей Википедии. Вот. Ну и что такое целевая страница, по мнению Википедии? Вот. Целевая страница – это веб-страница, содержащая информацию об услуге или товаре. Я так буду останавливаться, комментарии просто свои вставлять по поводу этого определения. Вот. То есть, как бы, ну, не совсем по поводу услуг и товар, в принципе, это, может быть, еще другие вещи. Потом мы их разберем подробнее. Итак, веб-страница, переход на который осуществляется по ссылке из рекламного объявления. Ну, тоже не вполне верно, в принципе, потому что это, может быть, любой источник трафика, не обязательно рекламное объявление. Используется для усиления эффективности рекламы. Ну, тоже как-то странно, в общем, в принципе, верно, оно для усиления эффективности рекламной кампании путем повышения конверсии и увеличения аудитории. Ну, соответственно, за повышение конверсии у нас идет и увеличение аудитории. Переход на целевые страницы часто осуществляется из социальных медиа, e-mail рассылок и рекламных кампаний в поисковых системах. Вообще, совершенно верно. Главная задача таких страниц является конвертация посетителя в покупателя или клиента компании. Вообще неверно, потому что, в принципе, в первую очередь, она побуждает посетителя к целевому действию, а уже дальше ваша задача. Продадите вы, сделайте вы с ним клиента или не сделайте. Конечно, если это только не интернет-магазин, в котором человек только купить, может и все. Побуждение, ну, собственно, дальше. Побуждение к целевому действию – это очень верно. Анализ действий пользователей на целевой странице помогает маркетологам определить успешность рекламы. Ну, более простыми словами, целевая страница, по ней, как бы, можно более удобно и более легко вычислить, какая рекламная кампания эффективнее. То есть, просто провести анализ. Теперь перейдем к тому определению, которое я сейчас написал. Мне кажется, она так просто более емко и без всяких лишних фраз. То есть, лендинг-пейдж – это одностраничный сайт, имеющий особую структуру и содержание. Основной задачей которой является побуждение посетителя к целевому действию. А целевым действием у нас может быть и вставление заявкой, и покупка, и подписка, и, не знаю, там, установка приложения. То есть, спектр очень разнообразный. Такой прям насущный вопрос, да, то есть, как бы, который у всех сразу возникает. Чем отличается вообще лендинг-пейдж от сайта? Соответственно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного вдаться в историю и факты. Возьмем, разберем такие основные факты о современном пользователе. Первое – это пользователь за 8 секунд принимает решение о том, нужен ему сайт или не нужен. То есть, в среднем по интернету, да, то есть, как бы, человек за 8 секунд решит, закрыть ваш сайт и пойти на другой или нет. Пользователь не любит читать. Резископы, в принципе, в основном, пользователь ленив. Он не хочет там в чем-то разбираться. Зашел, как раз вот 8 секунд, ничего не увидел, ушел. Вал-фактор. Ну, это я так назвал. Собственно, о чем я здесь хочу сказать, о том, что пользователь поедает информацию визуально. То есть, ему важно там что-то. Красивые картиночки, анимации. То есть, это очень хорошо работает. Гомер, это у нас, ну, я назвал это чайниками. В общем, грубо говоря, помимо тех пользователей, которые ленивы и не хотят читать, есть те пользователи, которые, ну, просто не могут, как бы, да, то есть, как бы, разобраться в том, куда они зашли. Они, когда есть такая понятие, юзабилити сайта. Вот. Соответственно, сайт трудный, непонятный, куда нажимать, что происходит, куча каких-то блоков, человек ушел. Соединив все эти факты и немного аналитики, проанализировав эти факты, наши коллеги западные пришли как раз к вот решению и придумали лендинг-пейдж. Это было лет 5-6 назад, грубо говоря, к нам пришло пару лет назад. Ну, соответственно, чем отличается, ну, в первую очередь, как бы, отличие лендинга? В том, что у него есть четкое, уникальное торговое предложение. Ну, это, то есть, там конкретно написано, человек зашел на лендинг и там огромными буквами, вот, как в примере написано, помощь в получении кредитных продуктов. Человек пришел, он видит, что здесь предлагают. Второе – это call to action, как раз призыв к действию, побуждение человека к совершению целевого действия. Здесь получить консультацию. Вау-эффект, соответственно, человек должен прийти и понять, что это здесь какой-то там просто колхоз, как бы непонятно какой, а что это нормальная компания, которая указывает услуги и дизайн, как бы, и, в принципе, и сам ресурс вызывает доверие. На лендинге мало текста. Здесь все очень четко и конкретно. Предложения, преимущества, какие-то решения боли, какие-то заказчика, целевые действия, простота восприятия. Лендинг имеет простую структуру, в которой никто не запутается. И лендинг имеет продающую структуру. То есть имеется в виду, что на лендинге чаще всего стараются выстроить модель классическую оффлайн-продаж. То есть предложение, боль, боль, то есть решение проблемы, то есть как бы и продажа. То есть мы там говорим, что у его боли есть какие-то решения, что мы можем решить эти проблемы и почему мы их можем решить и, соответственно, закрываем на целевое действие. Ну, наглядный пример, да, то есть как бы с сайта, это я просто забил финансовую консультацию или что-то типа того, как бы, да, то есть первое, что вылетело. Сайт и лендинг сравнений, да, то есть как бы куча текста, меню, куча кнопок и всего непонятного, ну, против того, что где просто есть четкое предложение. По поводу красной кнопки мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас разберем просто из чего может состоять целевая страница. То есть, ну, не обязательно, что она прям вот так вот подряд должна быть, просто это блоки, они так расположены. Первая как бы это шапка, соответственно, в которой может быть логотип, телефон и навигация, то есть менюшка какая-то, чтобы там прокрутиться на интересный какой-то блок. Дальше это блок вот этой первой прокрутки, в котором у нас присутствует наш заголовок, а это уникальное наше торговое предложение, его описание. В описании может быть акция, то есть какие-то счетчики там, что может как-то побудить человека к целевому действию. И, соответственно, сама кнопка. Могут быть пересчисления преимуществ. Преимущества должны быть четкие, конкретные, желательно с какой-то визуализацией. То есть, иконочки, картиночки, все, что как-то может человека привлечь внимание. Вот по поводу блок, где с видеоматериалом, скажем так, да, то есть как раз вот о чем мы говорили раньше, человек читать не хочет, и если же все-таки вам есть, что ему рассказать, нужно подать информацию, ее лучше подать в видеоматериал, в котором прям все очень красиво и наглядно. Описание, если у вас там какая-то компания, завод какой-то серьезный или еще что-то типа того, вам нужно написать там о истории, о том, какой он классный, соответственно, блок компании. Цены, перечисляйте цены, обязательно нельзя, надо не забыть зачеркнуть их, написать, что акция проходит. Отзывы, то есть дальше идет такие три доверительных блока. Это и отзывы компании, или клиентов. Иконочки, прям наборчик, да, то есть как бы показывать, что среди ваших клиентов есть какие-то крупные компании, там, не знаю, там, Газпром, Сбербанк, там, МТС, вот, или еще что-то подобное. И что как бы ваши услуги или товары, если они вызывают доверие в этих компаниях, то и у вас тоже вызовы. Ну, сертификаты, награды, дипломы, это все тоже к доверительным блокам относится. Если у вас есть картинка, которая может показать, галерейка, ну, и не надо ее там растягивать, лучше, чтобы она была компактной, как бы, и по сути. Блок, в котором, то есть сама лид-форма, да, то есть у нас здесь вначале мы рассмотрели кнопочку, по моей кнопочке должна быть где-то и форма. Форма может быть во всплывающем окне, вот, можно даже эту форму саму расположить вверху на первой прокрутке, да, то есть в зависимости от того, какая у вас, в принципе, идея, да, то есть как бы, и какая у вас услуга. Чаще всего в конце вот именно пишут такой текст, то есть если у вас остались какие-то вопросы, заполнил форму, получите консультацию, то есть там акцию, да, тоже приплетают, то есть все для того, чтобы человек заполнил форму и оставил свои контакты. Вот сейчас мы разобрали, да, то есть как бы то, что, ну, лендинг, он может состоять из, ну, большого количества блоков, да, то есть как бы есть много идей, а можно сюда поставить форму, а можно в конце оставить форму, можно этот блок использовать, можно не использовать. Конкретно вот прям формулы успеха нет, да, то есть как бы, и любого маркетолога, да, то есть как бы, когда формулы нет, такого ответа надо тестировать. Соответственно, неотъемлемая часть лендинга, да, то есть как бы, это сплит-тестирование или АП-тестирование, как его называют. То есть создаются две версии страницы, меняются там, как раз у девушки говорила о красной кнопочке, здесь зеленая кнопочка, здесь красная кнопочка, пускается 50% на один, 50% на другой, смотрится, что лучше работает. Меняются также заголовки, блоки, элементы, то есть его является самый эффективный дизайн. Вот, соответственно, проводим сплит-тестирование, тестируем, ищем самую эффективную модель. Типы лендингов. Ну, я как бы свой опыт выделил четыре типа, ну, в первую очередь рекламные, как бы, да, то есть которые именно для продажи товаров или услуг существуют. А второй промо, да, то есть как бы, ну, или лендинг для акций, там есть спеши, торопись, там у нас акция, что-то бесплатное, там какие-то скидки или что-то подобное, на это сделан упор. Лендинг для подписок, то есть мы будем говорить о том, что у вас, допустим, есть какая-то суперинтересная и полезная рассылка, вы набираете свою целевую аудиторию и среди этой рассылки еще вы пихаете какую-то рекламу. Ну, также инбаунс. Инбаунс – это входящий маркетинг, это, в принципе, на самом деле отдельная большая тема, вот, ну, так по-быстренькому, то есть смысл какой? Создается какой-то контент, ну, контент там, текст, книжка, видеоматериал, ну, может быть, не знаю, там, аудиоматериал, и вы говорите о том, что, соответственно, этот материал имеет какую-то тематику, и вы говорите о том, что если вы хотите скачать этот материал бесплатно, ставьте свои контактные данные, мы вам его отдадим. Собирайте целевую аудиторию, свою. Вот, то есть, можно привести примеры, я не знаю, может быть, наслышаны многие, да, то есть об этом, если там слышали по поводу лендингов и входящего маркетинга, то есть была такая рекламная компания, очень успешная, выпустили книжку на тему того, что как, там, 10 способов, как там порадовать свою девушку на 8 марта, да, то есть, грубо говоря, и люди, соответственно, молодые люди, оставляли свои контакты. Потом близко к там 14 февраля, допустим, делается рассылка, купи плюшевую амишку, да, то есть всем это запускается. Цена получается очень низкая, да, то есть, как бы, еще то, что они понаставили контакт за полезный контент, и еще присутствовала какая-то вирусность. А потом пошли продажи. Очень даже неплохие, в принципе, закопейки получаются. В общем, грубо говоря, что такое параллельный лендинг? В первую очередь, параллельный лендинг – это лендинг, на котором есть призыв к действию, то есть, это обязательно. То есть, что оставь заявку, получи консультацию и тому подобное. И там должны быть перечислены, должны быть красивые и четкие картинки, должно быть уникальное торговое предложение, должны перечислены преимущества, должны быть акции. Он обязательно должен быть релевантен на источнику трафика, то есть, если человек пришел и хочет получить юридическую консультацию, там должно быть написано «Получи юридическую консультацию». Социальные доказательства, то есть, это доверительные блоки, которые мы обсуждали. Контекст применения. Ну, ясно си доступность. Так просто разбор, как бы, нескольких лендингов, да, то есть, может быть, если по ходу у кого-то будет возникать вопрос, вы задавайте лендингу по получению критных продуктов, предложение, кнопка, более заказчика, то есть, кому это может быть полезно, форма заявки сразу же пошла, преимущества, доверительный блок с логотипами, опять форма. По поводу количества форм, как бы, в принципе, иногда можно переборщить, но одной лучше не обходится, если лендинг длинный, лучше использовать несколько форм. Опять доверительный блок, контактные данные. И пример по акции, вот, бесплатные юридические консультации. Предложение, сама акция, кнопка, преимущества. Это блок как раз под доверительные всякие элементы. Наша команда тоже к доверительным элементам относится. Отзывы, опять доверительный элемент. Соответственно, форма ставит заявку. А это какой-то рабочий, да? Это в данном случае лендинг, шаблон из нашей системы. То есть... У меня вот просто вопрос именно по отзывам. Ну, может быть, это мне, как человеку посвященному, я не верю. Ну, и это даже не отталкивающий эффект. Проводили ли какое-нибудь тестирование на то? Нам нужно отзывы, нужно зависеть, это может быть, тематика, или вообще. То есть, все пихают на лендинге отзывы. Я с вами здесь совершенно согласен. В данном случае, как я сказал, это шаблон, да, то есть, как бы, и есть те люди, которые с вами не согласятся. Чтобы нам не потерять никаких других, здесь это присутствие. По поводу вашего вопроса, конкретно исследования не проводили, да, то есть, как бы, да и в принципе, вот именно вот прям поэтому, да, то есть, не проводили. Но, как вот я говорил до этого, нужно тестировать, да, то есть, как бы, все-таки, пока не протестируешь, ответ не будет известен, нет конкретно прям рецепта счастья. Да, 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 вот это верно. У нас был опыт, только не по этой тематике. Именно так прикручивали контакт, из контакта данные, и это очень работало. Хорошо. Ну, вот, в принципе, резюмируем все, что мы сейчас только что обсуждали. Человек где-то видит рекламу, вот, там, купить трактор, грубо говоря, там, может, рассылка, поиск и тому подобное. Соответственно, переходит, видит четкое предложение, кликает, оставит контактные данные. Все просто. Для вас выступал Глазеров Дмитрий. Скажи. Попрос. Да, девушка. Мы что-то ставим девушке. Стоит тестирование чаще всего. Как раз меняется, идея и контент? Контент полностью. Стоит тестирование выходит и формулирование, и дизайн, и цвета, и картинки. Может, протестировать, там, может, кому там.